Мы выходим от королевского дворца на метро. Вот так был виден знак станции метро. Почему-то он был к КТ бы значился. Мы идем к станции ближайшей к королевскому дворцу. Кингестрат Гарлен. А, Туннельбам. Да-да-да, вот название метро Туннельбам. Но, тем не менее, мы идем сейчас от метро. Там видны уже эскалаторы. Сейчас мы отдадим свой билетик и нас спустят внутрь. Включимся, когда достигнем входа. Ну, в принципе, можно остаться. Вот вход достаточно недлинный. Мы идем пешком. Можно было восходиться к эскалатору. Входим в двери и оказываемся в кассовом зале, где стоит эскалатор, где организуется пропуск людей. Сейчас мы дадим билетик вот этот и нам поставят на него штампик. Теперь мы вполне можем воспользоваться метро. Пройдем через парникет и пройдем в эскалатор. Вот эта станция очень интересная, она глубокого залегания, более глубоко, чем мы были до этого. Мы сейчас будем спускаться на эскалаторе. В конце эскалатора опять включимся, чтобы немножко рассказать о этой станции. Оставайтесь с нами, мы в метро Стокгольма, в фотодороге.ру. Включимся позднее. А, ну вот мы спускаемся, заканчиваем спуск по эскалатору. Был достаточно длинным. Идем дальше. Вот то, что я рассказывал. Стены специально, это базальтовые или гранитные грунта. Стены ничем не отделаны, видны следы от буров проходческих. Вот таким образом организована станция, сделана подсветка, проведена искусственная вода. И мы как будто бы оказываемся в пещере, в таинственной пещере, где живут электропоезда. Очень интересная схема организации туннелей. Вот вход, вот своды, вот такой цвет. И вон уже виден состав. Причем цвет меняется, он подсвечивается различными цветами своды. И это очень и очень красиво. Вот состав отправляется, закрывает двери и уходит в туннель. Оставайтесь с нами. Мы в метро. Стокгольм, Швеция. Дальше можно ознакомиться с устройством станции, сиденья из цветного камня. Ну, похоже, это искусственный гранит. Но, тем не менее, все смотрится очень интересно. Гранитные стены с потеками. Вписанные сиденья, стилистически в них вписаны. И прибывает состав на эту станцию. Тем не менее, это железнодорожные станции. Здесь вводят метро. Ну, очень интересное решение для метро. Просто оно в естественных, как бы, пещерах располагается. Состав не в нашу сторону, поэтому мы его пропускаем. Мы просто здесь сейчас находим. Мы все-таки сели в этот поезд и решили проехать одну станцию. Вот тут немножко путаемся. Мы не местные. Вроде бы, это просто нам нужно. Узнаем чуть позже, когда приедем. Оставайтесь с нами. Мы не ошиблись. Это наша станция пересадки по централям. Интересно организованно. На ней мы пересаживаемся на свою ветку. Она тоже сделана в виде штольня. В виде штольня. Здесь идет ремонт эскалатора, поэтому придется немножко походить пешком. Ничего страшного. Нам не привыкать с водой. В данном случае покрыты бетоном. Задачное место населения движется. И своеобразный травелатор для движения по плоскостям. Очень интересная штука. Станция узловая пересадочная. Один идут в одну сторону, а другие в другую. Мы на травелаторе и движемся в сторону нашей станции. Мы сошли с травелатора и поднимаемся на платформу. Нам нужна красная ветка. Где мы сядем на поезд и приедем на станцию, которая находится рядом с паромом. Вот мы выезжаем на платформу. Мы пытаемся найти свой состав. Очень интересная платформа. Многоэтажная. В Москве таких пока еще нет. Поезды находятся друг над другом. Вот такой большой транспортный узел. Большая транспортная развязка. Вот состав подается. Возможно, что он даже наш. Включимся позднее, когда прибудем на свою станцию. Мы в вагоне метро. Едем на нужную нам станцию. Люди входят и выходят. Вагоны в метро новые. Оригинальные. Красивые конструкции. В отличие от московских метро. Новые системы. Они шумные. Они не имеют сквозняков. Очень мягкий ход. Ручим или глющим, одним словом. Сделаны с большим-большим умом. Продолжаем движение дальше. Мы вернулись на нашу станцию, с которой мы выезжали. Вот поезд, который нас довез. И мы движемся теперь опять в сторону своего парома. Который наверняка уже причаленно стоит в стенке. И заберем машину. И будем грузиться на паром. Для того, чтобы сегодня плыть в Финляндии. Если вы перешетесь без машины, вам просто нужно пройти по этому маршруту. И подойти к погрузке. Посадьте на паром. Для того, чтобы закончить свое пребывание в Стокгольме. Вот выход наверх. Вот экскалотор. И вот указатель наверх. Спасибо. 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 Продолжение следует...